Добрый день, дорогие друзья! Сборная нормальных людей на сцене. Знаете, мы нормальны. Мы как все. Мы ничем не выделяемся. Это мы, когда один день в качалку сходим, потом приходим и смотрим, как у нас бицуха выросла. Это мы, когда первый раз бремся, режемся. Это мы медленно закрываем холодильник и смотрим, когда лампочка по кухне. В общем, сборной нормальных людей будем начинать. Смой привет, всем привет! Сборная ненормальных людей! Итак, ребят, это мы, когда проходим мимо злой собаки, так садимся к ней и говорим, ну давай, давай с тобой один-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Никита! Это ковбулент, у тебя есть что-нибудь? А, должно быть ты про юморески. Про юморески, давай! У меня как раз есть одна на примете. Послушайте, итак, представь себе, Антон Камола жарит богомолу! Никита! Есть что-нибудь для людей? Для людей? О, музыкальный юмореский? Ну давай! Поставь себе музыкальный юмореский. Итак, если бы в русских песнях вырезали лишние слова, я оставил только самое главное. Мой друг художник и поэт, живет художник и поэт. Никич, хорош. Да, Никич, хорош. Начинаем. Привет, открытая лига, привет, ИК-про-пресс. Сюда приехали мы, играть на интерес. Интересно будет зрителям, но и жюри. СНЛ начинаем, ну а ты смотри. Начинаем! Очень неуверенная бабуля. Наркоман? Наверное. Не знаю, неуверенная. Выпускной в церковной школе. Что, ребят, рассвет встретили. Пойдемте по воде ходить. Пойдем. Ну а такие парни есть на любой дискотеке. Пойдем. Ну а такие парни. Ты смотришь? Пойдем. Пойдем. ИНТРИГЕЮДЬ Пойдем. Пойдем. Дон Корлеоне «На пляже» 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 Дорогие друзья Дорогие друзья, финальные слова Сегодня говорит Никита В смысле «Никита» В смысле? Мы договорились, что ты будешь говорить В смысле? Перед игрой мы договорились, что ты будешь говорить Тебе листок дали, ты сидел и написал Вода Какой вкус «Альпинголь» нравится вам? Сборная нормальных людей Я люблю с орешками Спасибо Сборная нормальных людей Ваши адресменты Следующий конкурс Разминка Разминка у нас сегодня будет С много уважаемыми членами жюри Давайте первый вопрос задаст Ксения Корнева Сделаем вот так Да, друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос Здравствуйте Здравствуйте, команды Что-то я так наржалась Я все забыла Еще хотела спросить Очень смешно Спасибо вам за визитки отдельно Еще раз спасибо огромное Очень весело Вопрос у меня будет такой 27 марта Начинается финальная серия Восточной конференции По хоккей Хотел сказать Континентальная Хоккейная Лига Ничего не перепутала Лига-дрыга Вот Между Акбарсом и Сибири Все вы знаете об этом Вопрос будет такой Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день Не хочу в ресторан Отвечает команда Моя любимая команда Квен Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан Попринься на высоту Привет Не знаю еще Так, кто отвечал? Говорите Моя любимая команда Квен отвечала Сейчас у микрофона команды Квен я обиделась Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан Ну хочешь, я с ним схожу Последи ловышку. Отвечает команда КВН «Бисквит». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит, он сам не пойдет. Такой, о, в хоккей? Нет. Ну, типа, додумать. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Че ты верешь, у тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он, берзкий фрадару. Здесь же КВН, ее можно обманывать людей. Отвечает команда КВН «Огород». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. Это отвечает команда «Давай по-новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по 5 тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он на эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо! Спасибо, Ксении Корниевой, амбрисменты! Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то! Задает вопрос Ирину Дунчеву, ваши амбрисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь», как-то отводает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда обычный вопрос. Как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая. Он просто на спеда, ему бы выехал. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда КВН «Огород», сейчас отвечает команда КВН «Бисквит». Сдавайте, сдавайте. Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так это кидаю, все праздники везти, поэтому... Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся». Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стул! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда КВН «Дети ректора». Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Отвечает команда КВН «Давай по новой МГУ!» Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда КВН». Ваши планы на первомайские праздники. Ну я изводника, не дай бог в море, а! Ну он стопал, ну он стопал прям. Отвечает команда КВН «Чай». Здравствуйте, можно полностью, извините? Нам предстоят большие первомайские праздники и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Отвечает команда КВН «Давай по новой МГУ!» Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники. Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ мы. Отвечает команда КВН «Погладь Котан». Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Воплодисменты. Отвечает команда КВН «Новоси». Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? Да как обычно, чё ты! Аплодисменты! Зайдёт, зайдёт. Там по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев! Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Всё, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы, кстати, молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно? Да, вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда Канцева, я убедилась. Как продлить молодость? Ну, добрать её вышку. Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Всё, плюс ставьте! Плюс-вилос. Про Путина всегда смешной. Отвечает команда КВН Дети Ректора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко! Как в воду, гляди! Конечно! Всё, больше никто не хочет обучать после пивка. А всё? А после пивка только спать, правильно? Да, хватит маленький. Отвечает моя любимая команда КВН. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берёшь и продлевёшь. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Огород! Пожалуйста! Как продлить молодость? Непонятно! Это типа ты, понял? Да, это так смешно получилось. Один сплет от Рогойственного Кузнецкого. Не смешными ответами такой-то отыгрыши. Поцелуями, поцелуями. Итак, это бисквит, да, насколько я понимаю? Да. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор! 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 17 тысяч команд КВН. Конечно. Отвечает команда КВН, давай по новой. Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Барзон и Масси! Как это грустно. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себе в зеркало. Ты же как-то старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам, и что? Ха, тык мой какой! Отвечает новая СИП. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Валь. Следующий вопрос, видимо. Даш, спасибо Егору Канцеву! Сейчас я попрошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Енгений Сальцев! Автор команды КВН. Неплохая компания. Сыстры. Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ну, что же и все! Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха! Натего! Ой, не такие ломались. Отвечает команда КВН ОСИП. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завязывай, не надо. Не, 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 не. Отвечает команда КВН Бисквит. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертель их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН по Глакота. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН, я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про зайца. Кролик. Моя любимая команда КВН. Ну давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Клатона водник не подводит. И когда? Итак, куда мне девать всю эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью один раз? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист КВН Сибирь и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на сухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчьи гонки! О, наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так отдай их, дед Мазайю! Команда Огород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На куды кину горы, воровать помидоры. Отвечает команда Давай по новой. Можно полностью? Да нет. Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начнем. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоу-мэл. И трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. А также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска. Но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху. И там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку. А то... А то зайчик не появится. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сальцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья. Сергей Автозагарович Канкин! Добрый вечер всем. Друзья, коротко и ясно. У меня небольшая проблема. У меня совсем скоро день рождения. Не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды КВН-Чай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания. Праздники под ключ. Молодец! Молодец. Плюс. А? Кто телефон скажет еще одну плюс? А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Ну, это был ответ от команды КВН. По блэк-порт, да. Отвечает команда КВН, давай по-новой. Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод металл конструкции, там прикольно. Вот так. Ответ от команды КВН, я убедилась. Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного староматно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комедии, на комедии, на комедии. На комедии, на свою нюху приходи. Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А, скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. О, Серега, не думал, что ты под своей копченостью седину скроешь, нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН Директора. Так. Подскажи, как, где весело можно отметить свой день рождения? Ты нюху, ты отметь неплохо, позови Мак Солотоху. А, братан! Как сказал мне друг один, я рискую, как кредит. Вот он. Ответ от команды КВН. Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии. А, как и будет. Да это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... ну ладно. Потемнее где. Не потемнее. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины мне стихи не заходит. Не важно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды КВН мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половики зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. Вот. Сборный нормальных людей. Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шапош. Нет больше ответов. Спасибо большое. А Серега, где бы... с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С моим лотоком. С участниками открытой лиги КВН. Аплодисменты всем, друзья! Сборная нормальных людей. Перцы. Перцы. Дорогие друзья, в последнее время появилось очень много музыкальных групп, которые поют ни о чем. Мы представляем вам свою музыкальную группу. Bad Problems Boys. Мы споем про реальные проблемы. Bad Problems Boys. О реальных проблемах. В третий час уже стою на остановке. Продвиняю я водителей маршруток. И напрягает меня эта обстановка. И мне уже не до шуток. Холодно моим рукам. Холодно моим ногам. Холодно туловищу. Задолбался здесь стоять. Задолбался выжидать. Задолбался не могу. Задолбался. Ребята, у меня есть проблема. Заболел живот, пошел я в аптеку. И попросил я, помогите человеку. Но мне сказали, что лекарств больше нету. Осталось только Смекта. Смекта мне помогла Смекта. Подвела Смекта. Так и дела Смекта. Ребят, стоп, 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 стоп. Я продюсер этой музыкальной группы. Я петь не умею вам так скажу. Вот прям накипело. Приходишь в магазин, покупаешь бананы. Тебя обвешивают. Продолжайте, ребят. Совстречался я с девчонкой молчаливой. Она с виду была очень красивой. Но подсунула она мне подлянку. Назвала свое имя. Я Смекта. Светка, ну как же так? Светка, вот я дурак. Светка, иди домой. Светка. Ой-ой. Не, ребят, вы так фигню реально поете. Мне не нравится. Слушайте, вот проблемы никому вообще не нравятся. Понимаете? Вот у меня проблема прям в душе. Давай. Освежевала я как-то пикимота. А в нем уже сидела твоя нота. И вот тогда я его зажил. И понял, что забыл. Сейчас мы спели вам о наших проблемах. Надеемся, что это вас не задело. Есть одна радость. Нам дали в свете эту песню. О-о-о-о. Спасибо редакторам. Спасибо зрителям. Спасибо, что слушали. Спасибо, что не ушли. Дорогие друзья, что мы хотели сказать этой песне? Если у вас есть какие-то проблемы, не парьтесь. Это наша тема. Bad Problems Boys сборная нормальных людей. Спасибо. Аплодисменты сборная нормальных людей. Аплодисменты сборная нормальных людей.